Убийство Бориса Немцова, грозящий перст Путина Логотип Убийство Бориса Немцова, грозящий перст Путина Actual.cz Чехия, Джамиля Стегликова Дземила Стегликова Апфото Айвен Секретров Россия больна И это не что-то вроде гриппа, как охарактеризовал Зиман войну на Украине Скорее, вирус Эбола Он распространяется через СМИ Симптомы Ненависть, война против соседей и одобрение Казней В воскресенье в Москве, в Санкт-Петербурге и других российских городах прошли траурные шествия в память оппозиционного политика Бориса Немцова, которого убили в центре Москвы 27 февраля Примерно 100 человек приняли участие в воскресном траурном митинге в память Немцова и в Праге на Староместской площади Акцию организовала Ассоциация Пражский Майдан Внутренняя политика – это продолжение внешней Это та же политика, несущая на себе печать нынешнего российского лидера Российские граждане стали свидетелями убийств не только в Донецке, но и в самом сердце Москвы Российское общество расколото как никогда прежде С одной стороны, противники режима Путина, войны на Украине, нарастание агрессивного национализма и авторитаризма в российской политике С другой стороны, сторонники Путина, поддерживающие под влиянием пропаганды войну против киевских фашистов и считающие демократическую оппозицию пятой колонной, которая мешает России двигаться по пути, ведущему обратно, к утраченным имперским размерам Официальные СМИ переполнены не только выражениями сочувствия, но и, в первую очередь, критикой убитого демократического политика, осуждением его политических ошибок, преуменьшением его политического значения и наследия Социальные сети полнятся высказываниями злорадного удовлетворения в связи с трагической смертью политика-диссидента и абсурдными конспиративными теориями В качестве возможных виновников смерти Немцова обсуждаются Ходорковский, украинские правые, ЦРУ, исламисты Цель – отвлечь внимание от главного виновника убийства – путинского режима Вне зависимости от того, кто был исполнителем казни, ответственность несет современный братоубийственный, воинственный режим в России, который создал в обществе атмосферу ненависти, вылился в агрессию на Украине и физическое уничтожение противников Но Кремль не на йоту не допускает собственной ответственности за смерть наиболее ярого противника Путина После этого вероломного убийства под окнами Кремля, которое не могло бы произойти без прикрытия силовых структур и органов правопорядка, официальные источники заявили, что никаких мотивов для действий против Немцова не существует Он якобы был незначительным политиком с периферией политической сцены, который своим низким рейтингом не мог конкурировать с Путиным или как-то угрожать влиятельности его окружения О немцове говорят, что он давно не относится к российской политической элите Это не так Немцов никогда не был маргинальным политиком Это бывший вице-премьер, губернатор и депутат Его долгое время считали российским наследным принцем, который должен был сменить Бориса Ельцина на посту президента Благодаря своей харизме, смелости, способности говорить о самых наболевших проблемах России В том числе и об ошибочности российской агрессии на Украине Немцов входил в политическую элиту и был одним из наиболее ярких лидеров антикремлевской оппозиции С убийством Бориса Немцова была пересечена очередная красная линия, за которой возможно все Это было актострашение, грозящий перст Путина Предупреждение о том, что в России не может чувствовать себя в безопасности ни один политик, ни один журналист, ни один адвокат, ни один активист, ни один гражданин Если он не абсолютно лоялен к правящему режиму Режиму, который сегодня продемонстрировал, что все позволено В том числе истребление пятой колонны и предателей народа Как Путин давно называет оппонентов в своей кровавой политике Пробудит ли убийство противника войны Бориса Немцова воюющий народ? Изменит ли настроение в обществе? Сменит ли движение страны к ужесточению авторитарного режима, убивающего политических оппонентов и осуществляющего свою политику в мире с помощью военной силы? Станет ли надеждой на смену атмосферы не только в России, но и во всей Европе и в мире в целом? Оригинал публикации Опубликовано 3 марта 2015 года 12.10